Наверное, вы заметили, что Россия с новой силой объявляет очередной крестовый поход против всего бездуховного Запада. Каждые 10, 20, а то и 100 лет стрелки часов в России будто поворачиваются назад, и история повторяется. Причем в России в виде фарса, в энной степени. Еще в 19 веке говорили о заразе западной мысли, о чуждых западных идеях, которые якобы тянут народ на дно. Теперь на дворе 21 век, но риторика словно вернулась со страниц журналов эпохи Александра II. Меняются лишь детали, а все остальное как под копирку. Сегодня под подозрением оказываются уже не только западные ценности, но и даже самые обычные западные вещи. Парадокс? Нет. Ведь нельзя сохранить образ особого пути России без очередной угрозы для ее загадочной души. И вот сегодня, как в былые времена, новый пророк отечественной духовности Константин Львович Эрнст, один из столпов российской элиты, гендиректор Первого российского канала, провозглашает эту угрозу. Сегодня он готов назвать врага, который, по его словам, разрушает связи между людьми и подрывает самые устои общества. Давайте послушаем. Я считаю, что айфон чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила значительную часть сверхчеловеческих связей. То есть теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните им. Интнета позволяет вам не заезжать просто месяцами или даже годами. Вы общение с своими друзьями неизводите тоже на звонки, а потом уже на смс, потому что звонить это сейчас по этике не очень культурно. То же самое происходит с детьми. Вы дали им телефон для того, чтобы знать, где они находятся, а потом, в общем, не завели это. Поэтому, в принципе, у меня лично Стивен Джордж находится в череде персонажей, где в очереди перед ними задолго стоит Адольф Гитлер. Айфон как символ разложения, а его создатель почти как новая мифологическая фигура зла. Впрочем, не удивляйтесь, российская элита давно научилась очищать свою духовность, клеймя «все чуждое». Правда, за этим обрядом нового крещения почему-то стоит что угодно, кроме реального отказа от благ цивилизации. Ведь для них это не о смартфонах и не о связи между людьми. Это новый обряд публичного осуждения Запада. Так, чтобы хватило на все, от свободы до айфонов. Все ради старой, как мир, идеи. Возложить всю вину за свои проблемы на внешний мир, скрывая собственные глубокие трещины. Так было еще со времен почвенников, провозглашавших, что миссия России — спасать все человечество, что у страны особый путь, которого Западу никогда не понять. Только вот путь этот все тот же, не на шаг дальше, чем он был два столетия назад. И Константин Эрнст демонстрирует это с идеальной наглядностью на симпозиуме с названием, на минуточку, «Создавая будущее». Далее я расскажу вам, какое будущее готовят для россиян их элиты, и почему показной отказ от Запада превратился в массовый театральный ритуал. Приготовьтесь к откровениям. Впереди вас ждет самое интересное. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Patreon и buy me a coffee. Все ссылки в описании и первом комментарии. Итак, духовная война требует жертв, и российская элита спешит предложить свои уникальные способы борьбы с западным разложением. Помимо отказа от айфонов, к чему мы сейчас вернемся, стоит рассказать еще об одном способе. Он называется монастыринг. И это не просто поездка в монастырь, а настоящий акт патриотического подвига, ведь теперь в моде возвращение к традициям. Они говорят, что для молодежи, уставшей от суеты, это возможность отдохнуть от городской жизни и пожить по монастырскому расписанию. Подъем в 6 утра, работа в храме и ежедневные службы. Сурово, возвышенно и, как уверяет телевизор, гораздо действеннее психотерапии. Но вот парадокс. Пока зумеры бегут в обители ради душевного покоя и фотографий в соцсетях, российская элита уже берет эту идею на вооружение. Монастыринг становится символом отказа от западных соблазнов и борьбы за национальное возрождение. Пропаганда пытается превратить это в патриотический ритуал. Мол, чем больше ритуалов отказа от запада, тем выше духовный статус. Завтра, глядишь, предложат не только монастыринг, но и попробовать себя, например, в роли крепостного. Ведь труд облагораживает, правда? Хотя для многих россиян подобный образ жизни и так уже не такая далекая реальность. А для некоторых реальность уже наступившая. В действительности же вся эта борьба за духовное возрождение, конечно, заканчивается ровно там, где отключается камера. Ведь что такое монастыринг? Это нереальная отрешенность. Это новый ритуал показного отказа. Настоящий патриот может клясться в верности традициям, демонстративно отказываясь от западного айфона, только чтобы потом с тем же айфоном в кармане умчаться на отдых куда-нибудь, пока еще куда-то пускают. Монастыринг – это, конечно, о «духовности» в кавычках, но не о реальной жизни. И что уж говорить, не об отказе от удобств. На словах – отказ от Запада, а на деле – красивое шоу для публики. Ведь какой русский патриот устоит перед новым айфоном, если только от него не требуют настоящей жертвы, а лишь приглашают поучаствовать в трендовом коротком спектакле? Впрочем, вернемся к Эрнсту. Константин Львович – столб российской духовности – называет главного врага русской души – айфон. Оказывается, он разрушает человеческие связи, мешает намещать родителей и чуть ли не уничтожает общество изнутри. На сцене разыгрывается настоящая трагедия, где главный злодей – не политик и не диктатор, а Стив Джобс и его изобретение. Подумать только, айфон стал монстром, который виноват в том, что дети забывают дорогу к родительскому дому, а друзья уже не созваниваются. Эрнст говорит это с таким пафосом, как будто айфон сам по себе лишает людей желания общаться. Смешно? Нет. Это намеренная логическая ошибка, дешевая манипуляция, называемая ложной причинно-следственной связью. Эрнст умеет искажать реальность, он ведь директор целого пропагандистского канала. Заметили, как он ловко? На самом деле нет. Поставил Стива Джобса в один ряд с Гитлером. Ну что ж, видимо, изобретение айфона теперь приравнивается к мировым катастрофам. Возможно, следующий шаг – объявить кофеварку источником всех бед человечества. Что же выходит, если айфон – это новый источник зла, то получается, каждое обновление iOS – это удар по священной духовности? Интересно, с какой версии у Эрнста начнется конец света? Если вдуматься, тут перед нами не борьба с айфоном, а воскрешение старой советской мечты о чистоте и правильном образе жизни, где все западное было одновременно соблазнительным и запретным. В СССР джинсы и жвачка объявлялись символами загнивающего капитализма, но попробуй тогда найти человека, который бы втайне не мечтал о них. В 21 веке советская тоска по борьбе с Западом обрела новую форму – риторика об опасности смартфонов, которая только звучит как отказ от западного, но, конечно же, не идет дальше слов. Ирония в том, что пока Эрнст с высокой трибуны рассказывает о вреде айфонов, зал, слушающий его, буквально наполнен этими вредными устройствами. Айфон здесь – идеальный козел отпущения, который можно громко обвинить в разрушении человеческих отношений и сделать его символом всего западного разложения. Теперь можно со спокойной совестью забыть обо всех других причинах. Это не деградация общества в России, не проблемы семьи, не отсутствие искренних связей и свободы, просто во всем виноват гаджет, который мешает людям иметь традиционные ценности. А между тем тот же самый айфон после речи благополучно возвращается в карманы, ведь настоящий патриот умеет соединить духовную чистоту с последними технологическими достижениями. И вот тут мы снова видим парадокс. С одной стороны – война с Западом, отказ от его тлетворных влияний, с другой – айфон как важный атрибут жизни. Звучит, как старые советские лозунги, только теперь в 21 веке. На словах – очищение от Запада, а на деле – все та же тяга к удобству, с добавленной нотой гордого отказа. Могут ли слова Эрнста превратить айфон в символ зла? Только для наивных зрителей Первого канала, ведь его демонстративная ненависть к разрушающим технологиям заканчивается ровно там, где выключается камера. Этот патриотический театр-паноптикум не был бы полным без старых добрых мифов о русской чистоте и особом пути. В России ведь так, если не хватает вдохновения для новой идеи, всегда можно вернуться к вековой классике и вспомнить, что Запад – это враг, а у России – особая миссия спасти мир. Еще в 19 веке почвенники, вроде Достоевского, Аксакова и Елеонтьева, опираясь на глубокую духовность, искали в Западе угрозу русской душе. Они строили возвышенные теории о том, что Запад только и делает, что разлагает человечество, а спасение от этого – в России. Но вот парадокс, сколько бы времени ни прошло, в России как будто по-прежнему работает один и тот же сценарий. В 20 веке этот особый путь обращался против всего Западного – от джинсов и жвачки до иностранных фильмов и техники. Любая мелочь объявлялась символом тлетворного влияния. Но что в итоге? Все, что запрещали и клеймили, тут же становилось объектом зависти и стремления. А теперь, в 21 веке, картина снова та же. С виду все те же разговоры о национальном возрождении, а на деле – просто новые декорации и старый сюжет. Запад снова виноват, а Россия, конечно же, идет своим путем, вот только с новым набором символов. Айфон, Гугл, Нетфликс, Ютуб, Фейсбук, Инстаграм – все это превращается в новых врагов. Но достаточно посмотреть чуть глубже, чтобы понять – вся эта духовная борьба не больше, чем пафосный ритуал, за которым кроется банальная тяга к этим самым западным благам. И вот он вечный парадокс – особый путь без изменений, без реальной отрешенности. Громкие слова о разрыве с Западом по факту означают лишь поверхностную маску, за которой все остается прежним. Пафос, духовность, миссия о России – все это звучит красиво, только в теории. А на практике? Пропаганда о чистоте и миссии – всего лишь удобный фасад, за которым комфортная жизнь с западными удобствами. Получается, что те самые мифы о чистоте русской души, на которых настаивали почвенники, стали ничем иным, как набором удобных слов, за которыми скрывается реальное стремление ни в чем себе не отказывать. На деле, вся эта идея особого пути – не духовная миссия, а театральный прием. Сначала громкие заявления о том, что Западная разлагает, что Россия должна идти другим курсом, а потом – теплая поездка на западные курорты, отправка детей в западные вузы и нежелание расставаться с вредными благами цивилизации. Все это превращается в шоу, где зрителю остается только верить, что Россия действительно борется с соблазнами. Вот только пока игра продолжается, настоящие духовные патриоты будут продолжать обновлять айфоны, ведь куда же им без него? Вот и весь особый путь. Громкие слова о духовности, которые превращаются в глухую стену для всего западного, только это стена с хитрыми потайными дверями, через которые легко проносятся новые модели айфонов и прочие вредные блага цивилизации. Величайший парадокс российской духовности в том, что каждый раз, объявляя Западу бой, она с радостью принимает его дары, спрятавшись за ритуальными жестами отказа. Но ведь Россия – не просто страна, это мастерская символов. Айфон – не просто смартфон, а зеркало, в котором каждый видит свою правду. Для одних это – зло, разрушающее русскую душу. Для других – удобный гаджет, взяв который в руки, нужно поливать Запад помоями. Вся борьба за чистоту оказывается искусной постановкой, где отказ от Запада заканчивается ровно в тот момент, когда нужно просто вынуть телефон из кармана. Россия любит спасать себя от чужого влияния, но делать это с его помощью. Вот в чем ее истинный талант. И этот парадокс никуда не денется. Вечная игра в духовное возрождение, где борьба с Западом это не про духовность, а про театр, в котором зрители сами себе актеры и судьи. И, пожалуй, в этом и есть вся суть большой русской мистерии. Любить свою якобы исключительность, не меняя при этом абсолютно ничего. Спасибо за внимание, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Редактор субтитров А.Семкин